Всем привет! И сегодня я наконец расскажу о связанной организации из мира SCP под названием GOG, то есть Глобальная Окультная Коалиция. Видео об этой организации я долго откладывал, потому что мне не понравились рассказы об ударных группах Physis. Они буквально пропитаны каким-то приторным инфантилизмом, из-за которого мне было просто тяжело их читать. Кто их вообще пишет? А, ну да. Ладно, может кому-то такое заходит, раз оно вообще есть, но в этом ролике я бы хотел представить GOG несколько другим, таким как он задумывался изначально, таким какой он должен быть в мире набитым разного рода аномальным, а именно ответом мирового сообщества на появление странных и необъяснимых явлений, непосредственной защитой человечества от аномального, но не такой как фонд, который себе на уме и вообще непонятно чего хочет, а прямолинейный и эффективный. Большой международной организации, в которую были приглашены представители самых разных тайных обществ и орденов, с одной лишь целью использовать их уникальные знания, чтобы найти и уничтожить появляющиеся аномальные вещи и существа. Сама по себе завязка историй этой организации звучит очень даже интересно, но в итоге все было крайне бездарно слито. Удивительно, что видео, которое должно было стать просто разбором лора, быстро стало сеансом интернет-археологии, но обо всем по порядку. На самой странице GOG на сайте SCP написано, что он был придуман в самом начале существования сообщества на основе страшной истории из интернета, по сюжету которой в 1950 году Красная Армия убила Бога. И уже здесь начинаются некоторые проблемы, потому что истории с таким сюжетом, несмотря на огромное их многообразие, в интернете просто нет. Мне даже попадалось утверждение, что это отсылка к роману, изданному в журнале Fantasy and Science Fiction под названием «Баба Макош», где по сюжету три красноармейца попали в ад и стали там убивать демонов. Другие связывают это с довольно известной страшной историей, про то, как ученые полностью лишили человека доступа ко всем чувствам. И кончилась эта история тем, что этот человек стал кричать, что Бог умер. Ну, если вы хоть немного интересуетесь темой страшных историй в интернете, вы ее точно не пропустили, а на одно время была очень популярна. Называется Gateway to Mind, или Врата Разума. Но сюжет этой страшилки также никак не соотносится с историей GOG. Так в чем же дело? Неужто у нас здесь утерянная в Безбрежном океане интернета страшная история? Возможно, так и есть. И она так и потонула где-то в бушующих информационных недрах Фочана. И никто даже не сохранил ее ни на каком другом сайте. Но все, скорее всего, несколько проще. В далеком 2009 году, то есть не сильно после появления самого SCP, GOG пытался делать свой собственный сайт, который ныне не существует. Но, как известно, интернет помнит все. Ну или почти все. На этом сайте было несколько статей и среди них страница, на которой была история о том, что еще в конце 19 века некая группа немецких оккультистов смогла уничтожить сущность, которую сами ее представители считали богом. При этом эти оккультисты не просто ссылаются, а напрямую цитируют немецкого философа Фридриха Ницше, который в книге «Веселая наука» говорит, что бог мертв. А значит, нет больше никакого предопределенного будущего и гаранта существования человечества. Люди должны заботиться сами о себе. Этот философский посыл и лежал в основе идеи изначального ГОК. За этим событием последовала седьмая оккультная война, после которой по всему миру начали появляться самые разные чудища и страшные необъяснимые явления. К середине 20 века разгул всяких тварей достиг таких масштабов, что все мировое сообщество в лице ООН, из уцелевших организаций мистиков, разного рода тайных лож и прочих иллюминатов, следуя философии немецкого философа основывает Совет 108, в который входило по одному человеку от каждой из вошедших организаций, которых очевидно и было 108 штук. Этот совет провозгласил, что теперь защита всего человечества, а также направление его развития станет их главной задачей, ради которой они готовы забыть свои прежние различия. Так получился ГОК, во всяком случае ГОК здорового человека, и он поставил себе задачу не допустить распространения угрожающих людям аномальных явлений. При этом единственно правильным способом делать это считалось их уничтожение. И тут я понял, что теперь на этом канале можно рассказывать про всякие тайные общества, и это не будет выходом за пределы темы канала. Так или иначе, организацию возглавила некая Альфине, таинственная личность, которая руководит заседаниями Совета 108 и направляет все операции организации. Структура самого сайта ГОК была чем-то похожа на SCP, только вместо SCP объектов были KTE, Non-Threat Entity, или известные сущности, представляющие угрозу. Их на сайте ГОК было всего три, плюс еще три объекта считались уничтоженными, то есть всего было шесть ГОК-объектов. Кстати, на странице с угрозами были обозначены еще и сущности, не требующие реакции ГОК. Там не было ни одной, но по крайней мере такая идея предполагалась, что ГОК уничтожает только аномалии, представляющие угрозу. Наиболее опасными из них, считаются те, которые имеют один из трех возможных типов. Зеленый тип – это существа, называемые скульпторами реальности. Чаще всего люди, имеющие силы менять реальность как угодно, на свое усмотрение. Они могут находиться на одной из четырех стадий познания своих свойств, начиная с первой, когда человек пытается объяснить рационально все, что с ним происходит, и заканчивая четвертой. Когда человек понимает, что он может и начинает играть в Бога, управляя жизнями других людей. Чуть менее могущественны это синие и серые. Первые могут аномально регенерировать, таким образом становясь почти неуязвимыми. Вторые представляют собой различную классическую нежить. В нынешнем хабе ГОКа синие переименованы в красных и добавлены желтые, которые способны изменять свой облик. Короче, получился такой ГОК-светофор. Чтобы разочарование не было особенно сильным, уже тут скажу, что все многообещающее и интересное по ГОК уже закончилось. А дальше мы будем пытаться понимать, почему все скатилось в тот трэш, который мы сейчас видим. Заметной фишкой сайта было то, что основное внимание было не на самих этих сущностях. Они описывались буквально парой фраз. И те больше не об их свойствах, а о том, почему они плохи и почему их надо прибить. Основное внимание было сосредоточено на другом. Как с ними всеми возможно бороться? На сайте было множество гайдов, которые расписывали, как оперативники ГОК должны тренироваться, готовиться и воевать с разными проявлениями аномального. То есть, на самом деле, главное отличие сайта ГОК от SCP должно было быть в том, что это не мистика или ужастик, а просто вроде как боевик. ГОК это не какие-то там страшные истории, ни загадки и ни хоррор. Это просто то, как накачанные оперативники с кучей имплантов и спецспособностей бьют лицо очередному зеленому или зомби. И по какой-то причине эта часть фандома неожиданно быстро скатилась в истории, похожая на второсортные комиксы или боевики класса Б, где неуязвимые герои разрывают толпы монстров, попутно выдавая крутые фразочки и довольно шаблонные шутки. Что лично меня от этого хаба сразу и оттолкнуло. Возможно, скатывание ГОК в УГ было неминуемо, потому как, мне кажется, авторам стоит пересмотреть всю эту идею с боевиками и сделать такой ГОК, который больше про мистические организации, составляющие его. Так или иначе, сайт ГОК загнулся, а некоторые вещи из него были перенесены в основное пространство, где пользователь доктор Клеф продолжил упорно писать эти самые боевики про крутых суперсолдат. Но не все так однозначно. Ведь упоминание ГОК можно часто найти в файлах самого SCP и у других связанных организаций. И чаще всего ГОК там показывается этакими бездумными палачами, которые мечтают уничтожить все и вся, нередко создавая тем еще больше проблем. Из ГОК в SCP перешел персонаж доктора Клефа. А также от них фонду досталось множество самых разных объектов, которые не удалось уничтожить. Например, SCP-065 — это область пространства, непредсказуемо изменяющая любую органику, которая получилась в результате того, что ГОК пытался в очередной раз уничтожить что-то аномальное. Если SCP хранит объекты, то ГОК стал таким аналогом SCP, который ничего не хранит, но все уничтожает. Причем, как правило, создает этим только новые проблемы, практически полностью растеряв свою изначально мистическую суть. И знаете что? Нынешний ГОК — это просто печально. Потерян огромный потенциал историй о том, как, например, разные тайные общества пытаются сохранить свое влияние в мире, как они используют аномалии для своих целей, как они манипулируют политиками и плетут хитроумные теории заговора. И все только потому, что кто-то решил, что истории по ГОК обязательно должны быть боевиком. О том, как крутые бойцы ловят и уничтожают безликие аномалии. Это само по себе, конечно, неплохо. Ведь в играх серии Doom было то же самое. Ну или там в Квейке каком-нибудь. Но как-то это слабо соотносится со вселенной SCP. В общем, был ГОК с очень крутой идеей в основе. Но все убило на корню выбранная стилистика. Зато я могу теперь рассказывать на этом канале про тайные общества и то хорошо. Всем пока!